Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Сегодня день, в общем-то, хороших новостей, ребята. Слава Богу, разрешилась эта уже ситуация с главнокомандующим, потому что нельзя так во взвешенном состоянии находиться. Или туда, или сюда. Поставили Сырского. Окей, нормально. Человек проверенный, нормальный, хороший генерал, авторитетный, был в боях. Крува вместе с заложным. Все хорошо, проехали. Дальше. Голосование в Сенате. Такое, как нам надо. Да, 67 за. Конечно, еще голосование в Конгрессе предстоит и все такое, но факт тот, что 17, 17 республиканцев проголосовало против Трампа. Ребята, это дорогого стоит. Поверьте мне. 17 республиканцев, он не смог их, да, предъявить. Не смог каким-то образом запугать их. Так что это уже очень хороший результат с заделом на Конгресс, конечно же, говорю. Там, если голосам демократов добавится изрядная коллекция, я не знаю, сколько там должно быть, но там тоже должно быть приличное количество республиканцев, которые добавят свои голоса, у которых есть совесть, добавят голоса к демократам и пройдет. Трамписты окажутся в заднице. И самая главная новость на этот момент, это обмен, большой обмен. Ребята, еще 100 человек, 100 наших героев только что вернулись домой. Слава Богу. Это просто супер. Только был один большой обмен, сразу второй. У нас очень долго не было обменов. Потом помните, вот эта вот непонятная ситуация с этим ВИЛ-76. Шурашисты сказали, что там были люди наши, хотя их там, скорее всего, не было. И где они, непонятно. Уже, честно говоря, этот процесс несколько застопорился. Но вот сейчас, видите, пошел. Вернулись 100 наших бойцов, наших героев домой. 49 человек нацгвардия, 25 погранцы, 26 ВСУ. В том числе 11 террабарона. Из них больше половины, по-моему, там, если я не ошибаюсь, 82 человека. Извините, 84 человека защищали Мариуполь. Из них 82 этажа встали. Ну, это, ребята, вообще прекрасно. Отлично. Да. Что еще там понятно? 28 человек раненых или серьезно заболевших в плену. Я себе представляю, что они пережили. Самому старшему 62 года, а самому маленькому 20 лет. Вот так вот, ребята. То есть, наш все солдатский и сержантский состав. Ну, я скажу так. Любой обмен – это счастье. Любой обмен – это здорово, потому что семьи получают назад своих родственников, своих друзей, своих близких. Ребята, это супер. Это невозможно недооценять. И я лично очень счастлив за наших, что они вернулись домой. И хотелось бы, чтобы все наши воины, которые сейчас находятся, не только воины, но и гражданские, которые находятся в плену у этих вот бармотов, чтобы мы их каким-то образом освободили, обменяли, как угодно. Они все должны быть дома. Все будет Украина. Слава Украине. Слава Украине.